Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попал на мои три канала на данной платформе, первый, второй, третий, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылку на все мои три канала на данной платформе, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Друзья, спасибо большое. За вчерашний день я получила донат. Алексей из Германии. Спасибо, что поддерживаете мою работу. Ну что ж, значит, сегодня мы с вами поговорим про искусственный интеллект. Такая очень модная тема. И я хотела бы привести мой собственный пример, вот с чем я столкнулась, как человек, который проживает в Италии. И для меня будет очень важно, чтобы мои подписчики, именно которые проживают в Италии, сталкивались ли вы с такими понятиями, как ПЭК, и такое понятие, как СПИД. Но не СПИД, я имею в виду СПИД, заболевание, а СПИД. Это такая форма почтовый, почтовый веб-сайт, так называемое цифровое удостоверение личности. Я объясню, почему у меня потребовалась необходимость в данных ссылках, потому что у нас в этом году, у большинства экскурсоводов, у нас заканчивается лицензия. Вот она у меня была просрочена 24 июля, в мой день рождения. Ну, в общем, как-то вот так вот они 10 лет тому назад почему-то нам и сделали, что у нас у всех лицензии заканчивались через 10 лет в день нашего рождения. Вот, значит, это вот, смотрите, моя старая лицензия. Это когда-то у меня был номер 392, это который еще, скажем, до Евросоюза. А потом у нас с определенного момента стало очень много. У меня номер 5124. То есть напечатали огромное количество этих лицензий. Они... был такой момент, когда просто-напросто их выдавали направо и налево. Ну и, в общем-то, мы экскурсоводы, понимая, что в этом году у нас заканчиваются лицензии, и нам надо их продлевать, соответственно, мы заранее стали писать письма о провинче Дерома, регион Лацио, в подразделения, которые занимаются туризмом. И, в общем-то, запросили документы. Там нам дали определенную ссылку, куда надо было отправить запрос. И вот эта вот ссылка, ссылка с e-mail, они выслали перечень документов. То есть там было, по-моему, около шести листов. Очень много текста, которые ты читаешь, читаешь и понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Но, в общем-то, там где-то в конце была такая небольшая приписка, что требовалось для того, чтобы продлить лицензию. Вот. И, в общем-то, все вот эти документы, естественно, у нас они на руках. Потому что, в общем-то, перечень документов не такой сложный. А проблема заключалась в том, это способы отправки. Значит, там стоял e-mail просто региона, регион Провинча Дерома, регион Лацио, которые занимаются вот продлением лицензий. Вот. Обычный e-mail. Потом еще один какой-то e-mail. И потом стоял вот этот вот самый PEC. Значит, PEC – это изобретение итальянских веб-мастеров. Значит, я хочу сказать сразу, друзья, смотрите. Особенно люди, которые подписаны на мой телеграм-канал, я регулярно, каждый день, я опубликовываю виды Италии, архитектуру, природу, какие-то старые фотографии и так далее. То есть, что касается эстетики, итальянцам равных нет. Номер один. И как дизайнеры, на мой взгляд, они остаются, конечно же, безусловными лидерами с точки зрения вкуса. Не Франция, а именно Италия. Но что касается разработки вот этих вот веб-сайтов, ноль, полный ноль. То есть, я считаю, что, наверное, одни из самых слабых веб-мастеров, одними из самых слабых являются как раз вот итальянцы. Но нет здесь такой школы, нет специальной подготовки. Ну, в общем, вот они нам сказали, что все вот эти документы, то есть, это вот копия старой лицензии, там удостоверение личности, фотографии. Не так много было этих документов. То есть, в общем-то, можно собрать за полчаса. Но надо отправить через этот самый пэк, либо там есть еще какой-то дополнительный e-mail, на который ты отправляешь письма. И этот дополнительный e-mail, он никаким образом тебе не отвечает. Значит, надо было зарегистрировать этот самый пэк. Я начинаю регистрировать этот самый пэк. Там я ввожу свои данные, имя, фамилию и так далее, и так далее. И дохожу до вопроса, значит, зарегистрируйте ваш СПИД. А я не понимаю вообще, что такое вот этот вот самый СПИД. Я начинаю звонить. Значит, пэк – это форма, сейчас, как я это поняла, исключительная какая-то, эксклюзивная форма, которая занимается отправкой документов. То есть, через пэк можно отправлять только документы. Вот у нас, например, у редакторов, у нас, в принципе, имеется вот такая вот форма отправки видео. Допустим, вот я зарегистрирована на сайте нашей редакции. То есть, это как вот почтовый ящик. Ты его открываешь, ты туда видео закладываешь, и в редакции в Москве, они с другой стороны открывают этот почтовый ящик, они это видео вынимают. То есть, у нас это функционирует вот таким вот образом. Я думаю, что идея вот этого пэка и СПИДа, в принципе, она такая же. Ну, знаете, видимо, хотели как лучше, а получилось как всегда. Значит, они говорят, что надо зарегистрировать вот этот вот самый СПИД. СПИД – это, как я вам уже говорила в начале вот этого видео, это электронная форма как удостоверение личности. Значит, где это можно сделать? Я начинаю спрашивать. Я говорю, иди на почту. Потому что сама как бы есть такая форма, что можно скачать самостоятельно, но мы тебя уверяем, что сама ты никогда этого не сделаешь. Значит, я пошла на следующий день вот в наше почтовое отделение, прямо возле дома находится, захожу туда, там сидит такой дяденька, добрый, такой он, к нему приятно приходить, оплачивать счета. Я ему говорю, что вот мне надо скачать СПИД. Как только я сказала, что надо скачать СПИД, он сразу заметался, убежал куда-то в подсобное помещение, потом прибежал со своим телефоном, сказал, вот я вам сейчас дам ссылку на YouTube, значит, тут идет объяснение, как вы это можете сделать самостоятельно. Я говорю, слушайте, мне сказали, чтобы я этого сама не делала, что я должна пойти к вам на почту, что это ваша ссылка, почтовая ссылка, почта Италии, значит, и вы должны мне помочь это сделать. А он говорит, это на полчаса, а у меня здесь стоит очередь. Я говорю, слушайте, я взяла номерок, вы должны мне помочь это сделать. Нет, у меня стоит очередь, а это на полчаса. Я говорю, что для вас это на полчаса, то для меня это, наверное, на два, на три дня, потому что я ничего не понимаю, что там указано. Значит, он начинает все это мне скачивать Проходит действительно полчаса, он куда-то тыркает Эта система у него периодически вылетает Он начинает с самого начала регистрировать Потом распечатывает листы И потом мне говорит, вы должны оплатить кредитной карточкой Я говорю, я могу заплатить кэш? Он говорит, нет, значит, у нас система такая Что если скачиваете вы сами, сами скачиваете Тогда вы можете заплатить кэш Значит, если вы через ваш телефон скачиваете Или через ваш компьютер Тогда вы можете заплатить кэш Значит, если мы вам скачиваем через наш компьютер То есть вы можете заплатить только кредитной карточкой То есть я говорю, кэш не могу? Нет И почему? Я так и не поняла То есть смотрите, если я скачиваю через свой телефон Я могу заплатить кэш Если они скачивают через свой почтовый компьютер И дают мне просто распечатку То есть у них форма такая существует Значит я могу платить только кредитные карточки У меня была кредитная карточка моего сына Я даю кредитную карточку Он тырк-тырк и система говорит Подтвердите вашу личность Он мне говорит, вот система пишет, что вы должны подтвердить вашу личность Я говорю, а каким образом Там есть какие-то ссылки, во что надо ткнуть Чтобы подтвердить личность Нет никаких ссылок А как это можно сделать, подтвердить личность Во-первых, карточка моего сына Система выдает, что карточка должна быть Исключительно только ваша какие проблемы, почему я не могу оплатить карточкой моего сына а моя карточка в этот момент была у моего сына то есть мой сын, например, он может пойти в супермаркет и рассчитаться моей карточкой, но вот так вот получилось что в этот день, значит, карточка была у меня моего сына но я поняла почему, потому что как бы это сбор информации про тебя поэтому карточка сына туда не подходила совершенно, нужна была моя они собирают информацию он говорит, нет, все, и вы должны это сделать в течение получаса потому что если через полчаса вы не проплатите вы срочно не найдете вашу карточку а сын у меня он сейчас приехал к нам, но он находился не в Кенчану, он находился в соседнем городе он говорит, что если вы в течение 30 минут это не сделаете то придется всю эту систему переделывать заново, естественно, я не успела это сделать, и у меня вот этот вот спид, он слетел в течение 30 минут значит, я на следующий день я поняла, что от этого дяденьки ничего я не добьюсь я пошла на площадь Италии там у нас находится центральный офис и там сидят девчонки помоложе я прихожу туда и говорю мне надо скачать вот этот самый спид как они только услышали вы знаете, вы там делаете мы вам ссылку дадим я говорю, нет вот там этот дядька вчера в историческом центре колупался очень долго я никогда этого не сделала слушайте, значит, это было я потратила 3 часа вот эта девчонка с почты а она сидела 3 часа она мне не могла его скачать вот через мой телефон не могла скачать я говорю, понимаете а, говорит, виснет система я вам сейчас дам номер телефона это ассистент ассистенция ассистента для клиентов звоните туда я говорю, нет, будьте так любезны позвоните, пожалуйста, вы нет, должен звонить сам клиент я вас прошу, позвоните, пожалуйста по этому номеру с моего телефона значит, она на телефоне сидела полчаса, с ней там разговаривал другой искусственный интеллект, который ей говорил, нажмите на такую кнопку, нажмите на такую кнопку, потом она там в аудиорежиме должна была произнести, какая проблема, значит, тот вот этот вот, он не понимал, о чем идет речь, искусственный интеллект, и в итоге, значит, ее сбросили через полчаса, полчаса. Она встала, пошла звонить с их рабочего телефона, потому что, значит, вот этот вот центр, он находится в Риме, значит, там еще просидело 20 минут, то есть практически только для того, чтобы дозвониться вот в этот центр, она потратила час, значит, в результате не скачивалась никаким образом эта система спит, она все время спотыкалась об какие-то там вещи, в итоге она мне говорит, приходите завтра, потому что у меня уже стоит очень большая очередь, я говорю, хорошо, я пришла на следующий день, еще два часа я потратила, два часа она тоже не могла скачать, и потом в результате, значит, она все-таки дозвонилась туда в Рим, вот в этот вот центр, который предоставляет ассистенцию, то есть помощь, и там было сказано, что, наверное, вот мой телефон, мой телефон, значит, модель, браузер, он не тот, я говорю, почему здесь браузер, но вот ваш телефон, это не та модель, то есть вот на вашу модель не скачивается, я говорю, слушайте, у меня вообще-то Samsung, и как бы вот одно из последних поколений, хороший телефон у меня, почему не скачет, я не знаю, она сказала там время, что, может быть, для вас не подходит этот самый браузер, значит, вот эта вся функция 12 евро стоит, то есть я потратила три дня, я никак не могла скачать этот самый спид, в результате, да, и точно так же, вот карточка должна быть только на вас, не может быть никакой там со стороны, только ваша, в общем, посмотрите, я таким образом, получается, уже потратила шесть часов в общей сложности, и в итоге мне одна соседка здесь говорит, слушай, сделай простую вещь, вот у нас здесь Кинчано Терми, в буфете есть такой вот магазин, там они всякие канцелярские принадлежности продают, ты пойди туда, пойди, пожалуйста, туда, и они там скачивают, но только там у них не 12 евро это стоит, а 30 евро у них стоит, значит, за 30 евро они тебе сделают сами все, и там можно и карточкой, и кэш, то есть как тебе угодно, то есть проблем никаких нет, то есть смотрите, в результате получается так, когда дело идет, цена вопроса, это барыги и спекулянты, значит, работает все, можно и кэш, можно и не кэш, можно карточкой, не карточкой, вообще любой можно карточкой, главное, чтобы сверху какая-то денежка капала, я так думаю на самом деле, что они там все имеют какой-то определенный откат, какой-то определенный процент, то есть они с почтой делятся, я так думаю, я могу, конечно, ошибаться, но мне почему-то кажется, что я права, значит, я иду, это уже был понедельник, я потратила в четверг, пятницу, субботу, три дня я потратила на два почтовых отделения здесь у нас, в историческом центре, и потом в новом центре, вот, и в результате пошла вот в этот самый магазин, в буфете, и они мне за 30 евро, за 20 минут все скачали, ничего не потребовалось, только мой телефон потребовался, все, 30 евро, ну и какие-то мои данные, и она сама, вот эта девчонка из буфете, она сказала, что это жутко геморройная система, вот, то есть она просто это делает слепую, она уже не знает там, не вчитываясь ни в какие вопросы, потому что если читать эти вопросы, ты не будешь понимать, как на них отвечать, поэтому она просто это делает уже, скажем так, на автомате, в общем, она мне, ну где-то, да, минут за 20, она мне этот самый спид, она мне его скачала, тоже там, значит, рассказала, как им пользоваться, это очень замысловатая вещь, конечно, как им пользоваться, я прихожу домой, я начинаю скачивать пэк, это так называемый пэк, пэк мне выдает такую вещь, что поскольку я несколько дней тому назад уже пыталась это сделать, поэтому, значит, как бы сейчас мне это сделать нет возможности, либо надо звонить вот эта ассистенция, вот эта ассистенция клиентов и задавать вопрос, почему, потому что я делала практически на свой электронный email адрес, они говорят, нет, уже ваши данные введены, а там же надо еще вводить имя и фамилию, вот, я ввела свое имя и фамилию, значит, как бы поскольку я не смогла зарегистрировать пэк, потому что у меня не было вот этого спида, но я данные свои ввела, так вот, когда у меня появился спид, я начала регистрировать пэк, то новый пэк мне выдал, что нет, я не могу сейчас зарегистрироваться, потому что как бы я пыталась это уже сделать, и вот эта функция, она не была завершена, потому что у меня тогда не было спида, соответственно, на данный момент я пока что не могу повторить вот эту функцию, регистрацию на пэке, не могу этого сделать, что я это пыталась сделать, То есть, видимо, они должны обработать каким-то образом данные, какая-то пауза, я не могу понять, потому что я туда пыталась звонить, они не отвечают, они ничего не говорят. Вы пытаетесь, вы пытаетесь, вы пытаетесь, я на почту пришла, что мне делать с этим ПЭКом, но вы пытаетесь, потому что, видимо, день потребуется, два, недели, месяц, полгода, год, когда они вас потом по вашим прежним данным перезарегистрируют. Вы можете себе представить, в результате у меня не получилось зарегистрировать вот этот самый ПЭК, что я сделала. Я просто пошла распечатала все свои документы, сделала фотографию, я пошла на почту, и в результате для того, чтобы продлить свою лицензию, я отправила все документы, как это делалось когда-то, обычной заказной почтой. Я отправила в Рим. Я могла бы это сделать еще два месяца тому назад. Я это сделала, ну, я вам рассказываю историю, которая произошла две недели тому назад. То есть я это пыталась все организовать где-то за два месяца, у меня ничего не получалось. Вот. В общем, я отправила обычной заказной почтой. Раньше, как у нас было, то есть мы вот 10 лет тому назад, мы приехали просто про Винчи Дерома, вот туристический отдел, мы просто привезли туда документы, все, никаких проблем, и нам сказали, там, примерно через неделю все, лицензия новая будет готова. Это было 10 лет тому назад. Это было все по-человечески. Сейчас они сделали, как искусственный интеллект. Вот я вам рассказала, как пример. В результате мне пришлось... Туда везти документы возможности нет, то есть они тебя там не принимают напрямую. Там сидят какие-то две девчонки, рассказали. Пять тысяч документов они должны обработать две девчонки. Представьте, это июль сейчас и август. Это время отпускное. Время отпускное. Поэтому июль, август они все равно сейчас ничего делать не будут. Звонить. Я туда пыталась звонить. Никто по телефону там не отвечает. Телефон либо занят в тюрьме, либо просто никто не отвечает. То есть это без вариантов. Абсолютно. И у нас вот таким вот образом около 70%, это половина, у нас экскурсоводов сейчас ходят с просроченными лицензиями. Полиция туристическая не придирается, потому что знают, что вот такая вот у нас проблема существует, как искусственный интеллект. Вот я вам привела пример. То есть 10 лет тому назад это было по-человечески. И результат, я подчеркиваю, друзья, я была вынуждена пойти на почту, все распечатать и отправить заказной почтой. Потому что вот то, что я даже отправляла на e-mail, я не могу понять, дошло это до них или не дошло. В общем, вот такая история с географией. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. Увидимся с вами завтра. Но большая просьба у меня ко всем моим подписчикам, кто проживает в Италии, вот по поводу этого пэка и спида в первую очередь, напишите, пожалуйста, в комментариях вот эти истории, как у вас получилось зарегистрироваться на почте. Спасибо вам большое.